Всем привет! Сегодня я хотела бы попытаться ответить на вопрос о том, как, несмотря ни на что, всегда оставаться счастливым, жизнерадостным, улыбчивым. Как, несмотря на огромное количество поводов грустить и печалиться, несмотря на огромное количество плохих новостей, всегда быть в хорошем расположении духа, позитивно мыслить и вообще радоваться жизни в любых обстоятельствах. Как вот можно так, несмотря ни на что, всегда быть человеком жизнерадостным? Очень даже можно. Первое, что вы можете делать, если вдруг какие-то вам приходят неприятные новости или какие-то постоянно события нехорошие происходят, самое первое и самое простое медиазатратное средство – это игнорировать. Игнорировать все плохие, неприятные происходящие вокруг вас вещи. Не впускать их в свой мир. И вместо этого целенаправленно стараться думать о хорошем, о своей семье, о своих друзьях, о погоде, если она хорошая. Вот сейчас весна, можно радоваться весне, поющим птичкам. Несмотря ни на что, стараться думать о приятном, положительном и даже в не самых благоприятных вещах, пытаться найти какую-то пользу, какие-то плюсы. Вы делаете целенаправленно. Это ваш волевой выбор – думать о светлом, хорошем и добром. Это первое. Это не так сложно, как кажется. Не впускайте в свой мир никакое зло. Нет его в вашем мире. Но чем больше вы об этом думаете, обо всех вот этих неприятностях, тем реальнее они становятся, тем больше времени они занимают в каждом вашем дне, тем больше они занимают ваши мысли, и тем чаще вы с ними сталкиваетесь. Второй способ. Значит, первый – это игнорируем. Жестко, безоговорочно не обращаем внимания на все плохое. Второй способ – это с юмором встречать все плохие новости и неприятности. В наши дни я вообще считаю, без юмора никуда. Смеемся, радуемся, сатирим по заветам Задорнова. Смеемся над всем нехорошим, что происходит в нашей жизни. И неприятности решат, что вы сумасшедшие и просто уйдут от вас подальше. Не захотят с вами иметь никаких дел. Следующий способ, как можно с неприятными людьми, например, поступать. Если кто-то вам докучает, навязывается, достает вас, не дает вам прохода, можно сделать что-то неожиданное. Самое неожиданное, что можно сделать – это повторять поведение, зеркалить поведение людей, которые вас достают. Как они себя ведут, ведите себя точно так же. Но вы это делаете не со зла, вы это делаете не ради получения удовольствия, не для того, чтобы радоваться чужому горе, а для того, чтобы отстать, чтобы этот человек от вас отстал. Вы осознанно, спокойно контролируете ситуацию, идёте в контрнаступление. Пристают к вам, докучают вопросами, вы тоже задаёте вопросы, подыгрываете. Это спектакль, но это, конечно, более затратный способ, энергозатратный, придётся немножко вложиться, но оно того стоит. Возможно, вполне, что человек, который не даёт вам прохода, отстанет просто потому, что он совсем не ожидал такого развития событий. Что ещё можно делать? Если вот вокруг вас много вещей, которые не дают вам радоваться жизни и дышать полной грудью, вы можете, если уж совсем руки опускаются, организоваться, найти людей, подобных себе, создать группу единомышленников и организовать противовес. Творить добро, сообща, вместе. Наверняка есть люди, которые так же, как и вы, пытаются найти всё хорошее во всём происходящем. Мысли так же, как и вы, можно организоваться и делать добрые дела совместно. А вообще, в принципе, есть хорошее такое средство, которое подойдёт всем и вся в любых ситуациях. И это информационная гигиена. Следите за тем, какие вы новости смотрите, какие фильмы смотрите, какую музыку слушаете. выбирайте людей, с которыми вы общаетесь. Смотрите за своим кругом общения и за всей информацией, которая поступает в ваш мир. Вы вольны выбирать, что происходит в вашем мире. Какая информация поступает к вам в ваш мир. Убирайте каналы, телеграм-каналы с вашего телефона, которые заставляют вас грустить и печалиться. Не общайтесь с людьми, которые вам неприятны. Убирайте вещи, которые раздражают вас. В конце концов, даже дома, вот вы приходите домой, вы видите, что картины неприятные, цветы, которые повяли. Это тоже часть вашего общего информационного фона. Следите за тем, чтобы он был чистым, приятным, прибранным. Это ваш собственный выбор. Вы вольны выбирать, что происходит в вашем информационном пространстве. Делайте осознанный выбор в пользу чистого, приятного, солнечного информационного поля. Желаю вам здравомыслия, счастья, радости и вообще всевозможных успехов по жизни. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok